Попрошу в ходе отчета всем четко их сформулировать, чтобы у нас не происходило так, что по 10 минут задается вопрос и потом еще 15 минут на него ответ. Мы просто не сможем рассмотреть все те вопросы, которые на сегодняшний день есть. Сразу могу сообщить о том, что отчет мы получили от Екатерины Владимировны своевременно. Я надеюсь, что все успели почитать, все успели ознакомиться для того, чтобы уже формулировать именно те вопросы, которые будут достаточно конкретными. Я думаю, что нам ничего не мешает, чтобы начать. Пожалуйста, Екатерина Владимировна. Уважаемый Александр Викторович, уважаемые коллеги, всем доброго дня и успешной нам плодотворной работы на ближайшее время. Первое, что хотелось бы сказать, что, конечно, объем той информации, которую надо бы озвучить и на которой надо остановиться, он непомерный для того регламента, который на сегодняшний день обозначен. Поэтому очень надеюсь, что вы ознакомились с как и большими отчетами от министерств, так и сокращенным вариантом. Плюс к тому, мы высылали и презентацию, чтобы сразу можно было сориентироваться. Ну и вот сегодня, просто чтобы перед глазами несколько цифр у вас было, я постараюсь очень быстро по ней пройтись. Те вопросы, которые вы нам присылали, мы тоже постарались сформулировать в качестве ответов и тоже их направляли. Если на какие-то ответы не удовлетворили или просто на сегодняшний день вы не получили того, чего ожидали, то мы готовы и с вами обсуждать, и дорабатывать. Ну а в своем выступлении, во-первых, я буду очень стараться уложиться в отведенные 15 минут, ну максимум 20. Если руку буду перебирать сильно, вы мне отсигналите, пожалуйста, я постараюсь, в общем, больше не загружать вас. Мне хотелось бы просто вместе с вами пролистать эту презентацию и обратить внимание на определенные ключевые моменты, потому что на самом деле 2017 год для развития социальной сферы был действительно ключевым. Это был такой год осмысления, куда и зачем, и как мы дальше пойдем. И все это вылилось в большой, очень серьезный, значимый для нас документ, «Стратегия действий по реализации региональной социальной инициативы». И он обозначил основной принцип, которым мы теперь руководствуемся и до 2030 года в горизонте будем выстраивать основные направления в развитии социальной сферы. Это принцип солидарной ответственности власти, бизнеса, гражданского общества за улучшение качества жизни и благополучия граждан на территории нашего региона. Это тот документ, который определяет основные векторы развития, и мы приступили уже к разработке на его основе программы действий, подкрепленных финансированием. И это такой будет большой сводный документ, собственно говоря, по развитию всей социальной сферы. Мы планируем, что программа должна быть завершена к августу месяца, и думаем, что по обсуждению ее отдельно мы еще с вами встретимся. Прежде чем пойдем по отраслям и по презентации, я все же обозначу основные приоритетные векторы, которые вот эту новую стратегию, собственно говоря, и сформировали. Первое, на что хотела бы обратить внимание, это на перезагрузку семейно-демографической политики. Это обеспечение справедливых отношений к разным поколениям и категориям. Это не только акцент на рождаемости, но и серьезный акцент на продолжительности жизни на активном долголетии. Это особая философия в отношении к пожилым людям и целое серьезное, так скажем, поле услуг, которые предоставляются и еще не предоставляются на территории нашего региона. Второй из серьезных векторов – это тема, связанная с условиями бюджетных ограничений и при этом с необходимостью оказания высокого качества услуги. Как найти вот этот баланс, как найти это соотношение? Мы думаем, что это путь в стандартизацию услуги, в понимание, насколько стандарту соответствует то или иное учреждение и программу конкретных действий по приведению к этому стандарту в конечном итоге всех учреждений социальной сферы. Мы об этом чуть подробнее поговорим попозже. Следующий вектор связан с модернизацией социальной защиты. Что здесь мы имеем в виду? Уход от патроналистской модели предоставления социальных услуг, мне не хватает, мне плохо, дай денег, а еще мне не хватает и так далее. Мы все знаем с вами эту систему, которая годами и годами накапливалась. Переход серьезный к адресности и обязательно рядом здесь переформатирование политики в области труда и занятости. Ибо на сближении предоставления услуг социальной защиты и реального быстрого включения человека, оказавшегося в сложной ситуации в трудовое поле и возможность обеспечивать и увеличивать свое благосостояние, мы видим, собственно говоря, вектор продвижения вперед. Мы говорим в этой стратегии о преодолении рисков социальной исключенности любого характера. Не буду об этом говорить подробно, но мы здесь имеем в виду исключенность, возникающую и от особого состояния здоровья, и от особых взаимоотношений в семье, и, может быть, от каких-то убеждений, которые тебя отделяют от социума и так далее. Ну и завершающий в этом перечне вектор – это развитие социального партнерства, это расширение возможности доступа на рынок социальных услуг и негосударственных организаций, и то, что касается поддержки социального предпринимательства. В чем логика и в чем идея этого? Это как раз-таки в солидарной ответственности за улучшение качества жизни. Тот набор государственных услуг, который на сегодняшний день предоставляется, не исчерпывает и не закрывает ту потребность, которая на сегодняшний день уже возникает. И есть люди, и есть компании, которые уже готовы предложить на альтернативной основе свои услуги, и здесь нам однозначно нужно будет идти навстречу. Если в целом об этом, обо всем говорить, то, собственно, вся стратегия, а в дальнейшем программа направлена на выявление и преодоление социальных дефицитов. Собственно, каждый вопрос, который вы направили в наш адрес, он и касался социального дефицита в той или иной области. Говорите ли вы о доступности узких медицинских специалистов, о правильной выстроенной трехуровной системе организации медицинской помощи, о низком ли качестве первичного звена в медицине, о патронажной помощи и в здравоохранении, и в соцзащите. Говорите ли вы о доступности психологической помощи. Все это упирается, так или иначе, в серьезнейший дефицит кадровый, как управленческий, так и кадровый профессионалов на уровне каждой отрасли. Соотношение этого дефицита по отраслям различно, но везде остро. Говорим ли мы с вами о территориальной доступности услуги, говорим ли о подвозе к школам и к детским садам, транспорта для, например, подсолнуха, об оборудованиях ФАПов, об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях, ну в том числе и периметр, и выгул собак, и, так скажем, полный спектр. Мы говорим с вами о дефиците комфортных условий в каждой организации, которая предоставляет социальную услугу. И преодоление этого дефицита – это тоже серьезные программные действия. Если мы поднимаем такие серьезные темы, как лекарственное обеспечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, мы говорим о серьезном дефиците финансирования и о том, как искать внутренние резервы и как наращивать этот потенциал. Ну и, наконец, о дефиците механизмов социального партнерства, о том, как это выстраивать, нам совершенно точно сигналят такие темы, как необходимость самореализации, например. Не зря вы задаете вопросы по молодежному театру и потому, что в школах должны появиться фотостудии, потому что это, с одной стороны, экономия родительских средств, а с другой стороны, это возможность самореализации. Ну и ряд других вопросов-предложений, которые звучат от вас и, собственно говоря, однозначно будут положены также в программу тех действий, которые мы предполагаем написать на основе стратегии. Ну а теперь конкретно по отраслям и по тому, чем стал для нас 2017 год. Я думаю, что вы не удивитесь, если я начну со здравоохранения, отрасль, вызывающая наибольшее количество острых вопросов, не стоящая на месте, развивающаяся отрасль, но нам хочется ритма и движения и темпа быстрее, чем на сегодняшний день получается. Тем не менее, есть определенные задачи, которые решала эта отрасль, и мы бы четко обозначили два их уровня. Один из них – это указы президента Российской Федерации и общие тренды, которые стоят как задачи для всей страны по снижению смертности, по, соответственно, отдельным наименованиям, таким как туберкулез, как снижение смертности от новообразований. Вторая часть вот этих серьезных задач была сформулирована губернатором региона в отчете за прошлый год. И здесь обозначены такие серьезнейшие для нас темы, как развитие первичной медико-санитарной помощи, доступность высокотехнологичной медицинской помощи, охрана материнства и детства, и очень важная история про переход на полные электронные документы оборотов. Вот если мы с вами буквально попробуем пробежаться по тому, что в реализации этих целей сделано, то посмотрите, на первое место мы обозначаем вопрос кадров. Острее, чем здравоохранение в социальной сфере, этот вопрос на сегодняшний день не стоит нигде, и мы все это с вами понимаем. Что дал прошлый год? 800 новых сотрудников трудоустроено. Это меньше, чем нам нужно, но это гораздо больше, чем в предыдущие годы, и это достаточно хорошая цифра. Это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земская медицинская сестра». Если вместе на все это посмотрим, то укомплектовность с врачебными кадрами на 17% нам удалось увеличить. Вторая история здесь – это как готовить будущих специалистов. Это то, что связано с целевыми местами в медицинских вузах. Здесь как и спектр этих вузов расширен, так и количество целевых мест, которые предоставляются нашим выпускникам, и обязательное закрепление их здесь, потому что они подписывают соответствующий документ. Ты отучился, ты должен приехать и отработать здесь. И еще один очень важный момент. Мы в этом году так масштабно впервые пошли по специальному предоставлению жилья для медицинских работников. Это в малых городах Ульяновской области, где дефицит крайне остро обозначается как проблема. И для сотрудников перинатального центра МАМА, учитывая его уникальность, его избранность, изначальную философию, которая в него заложится. Это привлечение специалистов из других регионов. Дальше я предлагаю по кадровому обеспечению перелеснуть и перейти к серьезной теме по укреплению материально-технической базы. С одной стороны, мы говорим, сколько отремонтировано, и цифры здесь указаны. И, собственно говоря, в большинстве учреждений здравоохранения ремонтные работы в той или иной степени велись. Но на сегодняшний день мало просто говорить о том, что приведи в порядок, покрась стены, замени окна. Мы говорим о стандарте работы детских и взрослых поликлиник. И здесь у нас в презентации перечислены те учреждения, которые на сегодняшний день в соответствии с стандартом уже приведены в порядок. И если на следующий слайд мы посмотрим, то мы увидим, что мы вошли органично в федеральный проект «Новая модель медицинской организации» с нашими учреждениями, где очень четко прописаны критерии. Это не только приведение в приятный вид самого учреждения. Это прежде всего логистика. Это прежде всего удобство для пациента в передвижении по учреждению, в сокращении его времени пребывания в учреждении, в быстром и качественном получении услуги. Вот на следующем слайде мы по этому проекту можем посмотреть с вами на те результаты, которые за год мы уже точно на сегодняшний день отмечаем. В тех учреждениях, где проведены работы, обучен коллектив, где перестроена по стандарту вся система, которая на сегодняшний день перестраивается. В один день это не происходит, вы все понимаете, да? Где перестройка на сегодняшний день идет, мы уже видим на 10 минут сокращение времени ожидания при лабораторных исследованиях, на 30 минут время прохождения медосмотра и увеличение количества пациентов, ну, например, по лабораториям с 45 в смену до 55 в смену. Это говорит нам о том, что качество самой услуги, во всяком случае доступность, мы точно начинаем улучшать, и это, конечно, для нас важная тема. Отдельно здесь развитие сельского здравоохранения. Мы перечисляем те модульные ФАПы, которые у нас появились. Мы говорим о отремонтированных районных больницах в целом или отдельными отделениями, как по базарному ССГАНу, там по Павловке или по старому Кулатке. Ну и однозначно, что эта история должна продолжаться. По тем вопросам, которые вы задаете, перечень тех учреждений, которые еще ждут своей очереди, он, в общем, достаточно внушительный. Но ни одного такого решения в одиночку министерство не принимает. Закладывая в бюджет сильные средства на ремонт, мы в любом случае выходим на обсуждение, и очень жестко за это спрашивают, и в законодательном собрании, и выведите эти документы, прежде чем они проходят утверждение на правительстве и так далее. Ну и говоря об инфраструктурных очень серьезных изменениях, это, конечно, отдельная тема по перинатальному центру мамы. Я думаю, что вы все наблюдали и все очень нервничали и переживали вообще к моменту открытия, как подойдем. Но самое приятное, что можно сказать, уже 250 ребятишек там родилось. Слава Богу, все хорошо. Дай Бог, чтобы у мамы было настоящее счастье. Ну и в каждом из разделов, в каждой отрасли мы постарались вам показать, это темы, связанные с расширением спектров предоставления услуги только государством. Здесь идет речь о развитии частного государственного партнерства. Но вот из этого слайда, во всяком случае, акцент на диализных центрах в Димитровграде и Инзии, территориальная доступность этой услуги, это как раз говорит о том, что частные организации заходят на то поле, которое мы на сегодняшний день не в состоянии, не можем закрыть теми силами, которые у нас есть. И такой вариант для нас более быстрый и более эффективный. Что касается лекарственного обеспечения, огромное количество вопросов, и они продолжают поступать. И, к сожалению, пока сказать, что мы их сняли, мы не можем. Но мы идем по пути увеличения, во-первых, аптечных организаций, потому что это должно быть приближено к населенным пунктам. Мы идем по пути увеличения средств на льготную лекарственную помощь. И если вы посмотрите, то здесь обозначено чуть меньше, чем в полтора раза. И в этом году мы идем с серьезным увеличением. У нас никогда не выделялось из регионального бюджета 500 миллионов. То есть вот на 2018 год идем с этой цифрой для того, чтобы наращивать ее и дальше. К чему все это приводит? В чем мы видим, есть ли результат или нет? Всего лишь там три диаграммы, которые на самом деле говорят о том, что это вектор развития правильный. Это снижение общей смертности, это конкретные задачи, поставленные на уровне Российской Федерации. Смертность от болезни системы кровообращения и смертность от новообразований. У нас идет увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Буквально сегодня был селектор Стопилиным Максимом Анатольевичем, который сказал, что вы хорошо очень движетесь, только вы должны в два раза увеличить темп еще до 2020 года и вообще еще как минимум 3,5 года себе прибавить. Мы думали, двигаться будем чуть скромнее, судя по статистическим данным. Но задача поставлена, стало быть нужно принимать дополнительные меры, и однозначно мы это будем делать. Чему рады, но о чем говорить всегда немного боязно. На 25% идет снижение по младенческой смертности. У нас очень хороший, ну как, неправильно сказал, у нас приличный показатель по Российской Федерации. Этот показатель вообще очень хороший мне может быть, он очень хороший, если нулевой. Главное тут не снизить темпы, не снизить обороты. Дальше предлагаю по информатизации оставить уже вам в тексте, чтобы вы сами посмотрели. Ну и по тем проблемам, острым, которые мы видим, и вы о них постоянно посылаете сигналы. Да, есть серьезная тема по финансовому состоянию медицинских организаций. И здесь очень серьезно нужно думать и по организационной структуре в первую очередь. Не зря губернаторам постоянно поднимается вопрос о некой схеме по кадровому укомплектованию. А надо ли на учреждение, в котором 60 работников работает, там 7 бухгалтеров, которые его обслуживают и так далее и тому подобное. И это тоже тема, которую нужно обязательно приводить в соответствие. Сейчас отдельная рабочая группа по этому поводу начала работать. Ну и любые другие источники по увеличению финансирования, конечно, будут к нами приниматься. Медицинское состояние, медицинское состояние, медицинское состояние медицинских организаций. Есть просто кричащие объекты, где мы очень предпринимаем усилия для того, чтобы федеральный центр подключился. Они миллиардные, потому что это не просто на 100 миллионов. И подвижки в этом смысле есть, но пока, так скажем, все в целом охватить, наверное, конечно, невозможно. Но то, что из первостепенного, это, конечно, детская инфекционная больница. Это хирургический корпус нашего онкодиспансера. Это хирургическое отделение областной клинической больницы. У нас серьезная тема стоит по обновлению медицинского оборудования. То, что шло по национальному проекту здравоохранения, уже по времени просто выходит из строя, и замена она просто необходима. Часть начали уже делать, но здесь, конечно, нужно двигаться быстрее. Ну и то, что касается возведения зданий модульных ФАПов и мобильных медицинских комплексов, и наши региональные деньги, и федеральные, все здесь, соответственно, пойдет у нас в ход, однозначно мы это будем делать. Из задач на 2018 год, я не стану вам их все перечислять, скажу из таких больных тем, которые однозначно нам нужно будет решать. Нам однозначно нужны комплексные программы по развитию онкологических и стезиатрических служб. Мы, к сожалению, и к большой печали, при всех остальных показательных снижениях по туберкулезу, его не только не даем, но и идем и в плюс. Это беда, это серьезная система, это серьезная проблема, и здесь и в управленческом плане, и в организационном плане, и в финансовом плане нам предстоит принять очень серьезные меры. И комплексная программа, наличие ее согласован на сегодняшний день губернатора, мы начинаем ее делать. Привлекли сюда специалистов из Приволжского федерального округа, фтизиаторов из Москвы, кураторов из Министерства здравоохранения. Ну, это та, в общем, позорная история, с которой нужно однозначно нам всем будет справляться. По опыту взаимодействия с общественными структурами, общественный совет и медицинская палата, это две серьезные организации, с которыми министерство взаимодействует, и здесь перечислены основные направления, по которым это происходит, что очень важно. Ну, например, участие медицинской палаты в аттестации кадров. Да, собственно говоря, вообще возможность медицинской палаты подключиться к любому вопросу на согласование по любым проблемным темам, которые на сегодняшний день в здравоохранении существуют. Ну, и такие просветительские, очень образовательные проекты, как школа главного врача, например, или та информационная отдельная история, которую медицинская палата ведет вместе с министерством. Ну, и все остальное по формированию здорового образа жизни и так далее, я думаю, что вы посмотрите в презентации в основном тексте доклада, предлагаю перейти к финансированию и к вообще функционированию, к тому, как двигалась у нас в 2017 году отрасль социальной защиты, социального благополучия, правильно говорить, социального благополучия. Но даже если мы посмотрим на первый слайд по этому поводу, то мы увидим, что идет увеличение бюджетных средств более чем на 7%. Это связано с оказанием мер поддержки и с тем достаточно серьезным количеством человек, которые получают выплаты по той или иной причине, которым мы должны просто помогать. Есть конкретные совершенно задачи, которые отрасль перед собой ставила, она связана с особой отдельной поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, серьезнейшая тема по улучшению демографической ситуации, абсолютно межведомственная тема, но, так скажем, головными у нас здесь идет эта отрасль. Это создание комфортных условий для граждан старшего поколения, инвалидов и охрана прав несовершеннолетних. Из тех результатов, которые получились буквально очень быстро по этим слайдам, вот посмотрите, в рамках создания доступной среды и доступности социальной услуги, отношения правильного к людям, у которых проблемы со здоровьем, мы создали первый центр проход технических средств реабилитации, запустили, он начал работать, он первый, потому что таких нужно будет не один, и на сегодняшний день мы уже видим востребованность этой услуги, как бы вот думаем, что это правильный путь. И открыто отделение реабилитационного центра подсолнух на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Орион, это заволжский район, который не был охвачен этой услугой, и на сегодняшний день есть возможность этим и ребятишкам, и взрослым, те, которые молодежь у нас туда приходить. На следующем слайде мы посмотрим с вами по мерам по улучшению демографической ситуации. Ну, во-первых, надо начать с того, что наша серьезнейшая задача – это неукосительное исполнение всех инициатив президента, которые были высказаны буквально в последние 3-4 месяца. И в эту программу мы включились активно, и по ней идем. Но если мы в целом на все посмотрим, то вот самый такой радующий показатель – это увеличение количества многодетных семей. Мы этот тренд продолжаем. На 7,6% увеличение произошло в прошлом году, и вообще мы так понимаем, что основной ресурс удержания нас от совершенного падения в демографическую яму – это увеличение количества многодетных семей. Это, ну, так скажем, снижение возраста для того, чтобы первого ребенка родить не в 30 лет, а до 25, чтобы у тебя потом и второй, и третий, и многодетные семьи. На это, собственно говоря, и направлено. Что здесь еще мы отметили, что очень важно? Это не просто раздача пособий. Это два механизма, которые опробованы, запустились в 2016-м, а в 2017-м дали хороший прирост по своим показателям. Такие, как социальный контракт. На 22% идет увеличение по отношению, на 75%, на 75% по увеличению к прошлому году. И продовольственная карта опять-таки идет с увеличением получателей, и эту тему однозначно нужно будет, конечно, активировать и в следующем году. Отдельно тема звучит по людям старшего поколения. Здесь целый ряд проектов перечислен, которые вы знаете, вы слышали о них. И социальный туризм, и институт третьего возраста, и движение за активное долголетие, очень востребованные интересные серебряные каникулы и так далее. Самое главное, что в 2017-м удалось сделать, мы рассчитывали, что мы откроем в пяти районах Центр активного долголетия. До конца 2017-го года мы сделали это в каждом районе. И это учреждение нового типа. Это та услуга, которую комплексно мы ранее не предоставляли. Мы сейчас только, что называется, набираем мышцы, набираем мясо, чем это все должно обрасти. Но число людей, которые в это во все включилось, оно, конечно, само по себе поражает. Если вы посмотрите на цифру первую в этом слайде, что более 200 тысяч, кто включается в это и принимает это предложение, говорит нам только об одном. Мы пока мало предлагаем. Вот где нам нужны НКО, вот где нам нужен социально ответственный социальный предприниматель, для того, чтобы вот этим людям с активной гражданской позиции дать возможность для самореализации. Ну а в конечном итоге, для того, чтобы жить долго, напомню, что к 2024 году мы должны жить не менее чем в 74 года, а к 30-му – 80. Это наши такие планы, и они должны осуществиться. Соответственно, уже на сегодняшний день опыт привлечения негосударственного сектора у нас есть, и 726 человек уже пользуются услугами негосударственных поставщиков социальных услуг. 15 некоммерческих организаций у нас получили грант, и на сегодняшний день ту или иную услугу в этой системе оказывает. Очень правильная тема, на наш взгляд, – это автомобили для мобильной социальной службы. Потому что не от каждого населенного пункта, и не от каждого дома, и даже, может быть, ты рядом живешь, а ты просто можешь и не в состоянии дойти, надо, чтобы к тебе приехало. Вот эта адресность, мы идем к тебе, а не ты пришел, заявился, и мы посчитаем, сколько процентов от заявившихся мы обслужили, вот она, в общем, принципиально здесь важна. Что касается охраны прав несовершеннолетних. Ну, конечно, самое, что здесь должно быть, главное – это снижение числа детей, которые у нас, как дети-сироты, встают в реестр и ждут от нас внимания. Оно произошло, и у нас на сегодняшний день на 20 с лишним процентов это снижение происходит. И есть школы замещающих родителей, и есть система по устройству семьям. Но это такой тонкий вопрос, такая тонкая материя, что там или в другом месте все время возникают какие-то очень сложные ситуации, куда надо просто лично вмешиваться. То есть просто пропиши регламент, и по нему будут все жить и работать, в этой теме не получается. И вы сами это знаете, потому что там, то есть здесь у нас поступают какие-то очень тревожные сигналы, которые мы должны как-то обязательно снимать и обязательно отвечать. Что касается задач на 2018 год, мы ставим себе самое первое – это совершенствование всего спектра мега-социальной поддержки. Искать новые формы оказания социальной помощи с использованием адресности. И вот здесь не только сами, и вот здесь с привлечением негосударственников, и вот здесь социальная карта. Это уже 15? Про продовольствие так влашать. А, да, вот, да, хорошо. И время. Ну, одним словом, здесь перечислены задачи. Слушайте, мне по каждой из них так хочется, потому что есть интересная идея. Пригласите отдельно про граждан пожилого возраста и людей, которым нужна нас отдельная помощь, потому что есть идеи, и ваша поддержка здесь очень нужна. По образованию. Екатерина, предложение очень правильно, и мы на предыдущих обсуждениях тоже пришли к тому, что некоторые вопросы, для того, чтобы их подробнее раскрыть и обсудить, мы их будем отдельно выносить на наше заседание пятничной палаты, потому что много еще интересного и много еще вопросов. Поэтому ничего страшного, если сегодня чуть сжато получится. Спасибо. Я ужимаюсь. Мы потом вернемся. Ужимаюсь. По образованию. Есть определенная структура по ступеням. По каждой ступени обозначены приоритеты. Вы тоже их знаете. И нет такой темы, в которую бы мы не двинулись. Если это дошколка, то мы, наконец, достроили Димитровград, мы, наконец, активно входим в Барыш. Горящие темы. И строим еще, например, в Позаватове и в городе Ульяновске. Если это школа, то создание новых дополнительных мест мы активны в этом федеральном проекте. И плюс идет, конечно, очень серьезная смысловая нагрузка на создание школ особого образовательного пространства. На что здесь хочу обратить внимание. Вопрос, который поднимается постоянно. Комплексная безопасность. Выделяются или не выделяются? Докольц родители будут собираться или не будут собираться? Мы с прошлого года начали выделять средства на это. И в этом году они тоже, вы посмотрите, здесь есть, на что они идут в этом году. И в текущем году более 50 миллионов на это заложено. И там и видеонаблюдение, и кнопки безопасности, и ограждение. Очень важная тема. У нас очень серьезная. 9 миллионов в этом году мы отправим для того, чтобы самые серьезные такие темы закрыть. Не останавливаюсь на автобусах. Я думаю, что вы это посмотрели. По инкулизивному образованию скажу только одно. В то время, когда в других регионах закрывались коррекционные учреждения, позиция губернатора была их сохранять. Сегодня федеральный тренд ни в коем случае. Специальное образование, специально обученные педагоги должны работать для того, чтобы вводить этих детей по возможности до нормы и до гениальности. На среднем профессиональном образовании остановлюсь только одним штриком. Гордость – наш межрегиональный центр компетенции. Приглашаем вас всех туда, тех, кто еще не был. Я думаю, что многие еще не были. Возможно, какая-то тема для обсуждения у вас может быть своезная. Предлагаем себя в качестве обеспечения кадрами и в качестве профессионального образования. Здесь много всяких вопросов. И плюс посмотреть, потому что это стоит того. Это учреждение 21 века. Это тот стандарт, до которого будем тянуть всех остальных. Для того, чтобы это получилось, мы впервые за очень много лет 60 миллионов заложили на улучшение материально-технической базы учреждений профобразования. По гранту будут выигрывать и начнем развивать сами, вкладываться так, как это было в свое время в национальном проекте образования. По доп. образованию такой звездочкой стал у нас Кванториум. Хотя, конечно, он бы не состоялся, если бы не была сеть академий, в которой очень активно включены вузы. И это серьезная тема по привлечению абитуриентов. И это вообще серьезное альтернативное дополнительное образование. Не говорю уже о том, что у нас появились такие негосударственные интересные темы, как инженерка, ряд других очень интересных школ, которые предлагают и в техническом, и в робототехнике, и в естественно-научном направлении. Негосударственные услуги, очень востребованные на сегодняшний день, рассчитываем, что она будет у нас развиваться и дальше. Ну и к теме искусства и культурной политики Ульяновской области. В соответствии с вашими рекомендациями выстроена вообще тема по докладу и с главными задачами. Из них я бы вот из всего, что здесь перечислено, выделила бы точно одно. Расширение доступа населению к культурным ценностям. Возможность предоставления большего спектра услуг и дойти до каждого муниципалитета. Министерство очень серьезно работало по этой теме в течение всего года. Как никогда, вот все эти наши фестивали, именитые форумы, и Леонтьевый фестиваль, и Мир эпоха имена, и культурный форум, впервые как никогда доехал практически до каждого муниципалитета, и все муниципалитеты в ответ на это включили. До всех. Это вот такую историю министерство не делало никогда, и вместе с своими подведомственными учреждениями думаем, что, в общем, это очень правильный путь, плодотворный. Хотя, если честно, не в каждом муниципальном образовании готовы и встретить. Мы еще и к этому приучаем. Культуру, встретить культуру, это особая тема. Вот по этому поводу тоже работаем. На зарплатах не останавливаюсь, потому что, вы знаете, указы президента выполнены. Но при этом мы правда отдаем себе отчет, что такое средняя заработная плата по региону. Это значит, у кого-то одна, а у кого-то может быть другая. И в этом смысле сегодня, опять-таки, Максим Анатольевич Топилин сказал, даже думать не могите, что кто-то из регионов позволит себе снизить эту планку. У вас есть путь только один, к наращиванию заработной платы. Потому что там еще есть над чем очень серьезно поработать. И в отношении Министерства искусства и культурной политики, в отношении всех остальных. Скажу, что по взаимодействию с общественной палатой, самая, конечно, важная тема у нас, это проведение независимой оценки качества. Сегодня все 100%. Вопрос, что саму эту независимую оценку, процедуру, надо совершенствовать. Ну вот, на сегодняшний день, например, как в здравоохранении у нас посчитали, проверили, рейтинг выставили, у нас там половина учреждений соответствует чуть ли не высшему баллу. А что же люди тогда жалуются? Критерии надо пересматривать внутри. Ну и, собственно, по каждой отрасли есть такая тема, но база на сегодняшний день сформирована для того, чтобы это происходило так, как это должно происходить. Отдельное спасибо, хотим сказать, вместе с министерством, за то, что на площадке общественной палаты происходило обсуждение резонансных вопросов, таких сложных для отрасли, и возможностей выслушать и высказаться, она очень важна. Мы тоже включаемся активно во взаимодействии с негосударственным сектором, и Культурный фонд имени Гончарова, и Фонд поддержки театрального искусства «Премьера», и Корсунское землячество, и Ульянский региональный общественный фонд развития культуры «Русский проект». Ну, одним словом, есть уже те устоявшиеся партнеры, которые работают вместе с нами, и спектр их, конечно, нужно развивать. Завершаем буквально одним словом, собственно, самым главным, на что направлены все наши усилия – развитие человеческого потенциала. Если мы даем достаточные возможности для того, чтобы каждый мог реализовываться и развиваться здесь у нас на территории региона, то и регион, соответственно, по благосостоянию своему начинает расти. Здесь мы представили вам ту информацию, которая рассказывает и о состоянии на рынке труда, и о создании новых рабочих мест, и о средней заработной платы, которая складывается у нас в регионе. Что здесь очень важно? Мы готовимся к году нулевого травматизма, это очень серьезно. Это очень серьезно, на самом деле, потому что это напрямую бьет не просто с безопасностью, а с демографией. БИЧ – это смертность людей в трудоспособном возрасте. И немаленькая в этом история – это безопасность на рабочем месте нам предприятия. Снижение идет, но год нулевого травматизма, сама программа только формируется, и мы будем ее обсуждать. Очень просим вас подключиться тоже в нее. Связанная с этим напрямую тема – аттестация рабочих мест, и мы это делаем. Ну и то, что в рамках социальной инициативы два шага обозначены здесь отдельно, а не за агентством по развитию человеческого потенциала, это тоже важная история по реформированию центров занятости, которая произошла и позволила выделить структуре отдельный центр кадрового обеспечения, молодежный, и он работает с выпускниками не только нашего региона, но и наши ребята из других регионов. И это центр, который обеспечивает кадрами, помогает предприятиям-инвесторам, которые зашли с другой корпоративной культурой, зашли с другими требованиями, и им очень непросто заявочным образом набрать себе тот персонал, который хотят. Сразу скажем, что реорганизация проведена серьезной, но не окончательной, потому что следующий вектор – это как раз-таки на максимальное сближение с запросом человека, который пришел за помощью в социальную защиту. То есть возможность мобильности трудовой, возможность быстрого решения твоей проблемы – это вот тот путь, по которому мы пойдем дальше. Спасибо вам большое за то, что дали мне еще чуть больше времени. Готовы с коллегами отвечать на вопросы. Ну и повторяю, с разными нашими темами приглашайте, потому что нам всегда есть что рассказать и есть что вместе обсудить и услышать. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Но скажу вот даже по буклету все логично. Стратегия, тактика, куда двигаемся, каким образом двигаемся, задачи, цифры. То есть в этом документе есть все. И он позволяет даже вот уже точно, тактично, правильно задать вопросы. Я думаю, что мы с образованием, с вопросами за минут 30-35 уложимся, чтобы у нас еще осталось время на медицину, потому что по медицине даже вот у меня есть вопросы, ну вот такие, на которые я думаю, что нам министр сможет сегодня ответить. Пожалуйста, кто готов к образованию? И просьба такая, выдавайте, пожалуйста, по одному микрофону, чтобы как-то о прошлом отчете у нас сразу по 4 человека не говорили. Екатерина Владимировна, спасибо за отчет. Было очень приятно слушать, особенно про систему образования. Очень простой вопрос. Где будет проходить взлетная полоса? Родители меня атакуют. Это первый вопрос. Ну и потом еще. Я думаю, что Алексей Александрович ответит. Да, добрый день, уважаемые коллеги. По взлетной полосе у нас в настоящее время планируется проведение взлетной полосы в Волго-спорт-арене. Но еще раз хочу сказать, что распоряжение пока не подготовлено, но мы его будем готовить в ближайшее время. А будет гарантирован безопасность? Да, конечно, да. Есть у нас такая идея, Волго-спорт-арену. Ну, чуть-чуть поднадоело и взрослым, и детям один и тот же формат. А там есть новые предложения. Но это будет проходить только при условии комплексного обеспечения безопасности. Здесь вы правы. Спасибо. Ну вот нас еще в прямом эфире смотрят и вопросы задают. Благодарят вас по профессионально проведенной работе полицею при Волго-ТУ. Браво, шикарная работа. И тут же задают вопрос. Какая поддержка будет оказываться социальным предпринимателям? Ну, давайте я про социальных предпринимателей. Я за всех, потому что разум в разных сферах. Они тут поддержка разного толка может быть. Во-первых, у нас есть Центр предпринимательства и структура Руслана Шевкадыча Геннадина. С ними напрямую работает. И по обучению, и по составлению бизнес-планов, и по разного рода семинарам. Эта история не исключена. Она происходит. И там есть отдельный блок социального предпринимательства. Мы с ними взаимодействуем. Есть еще другая тема. Она, например, актуальна для образования. Это лицензирование тех, кто уже на сегодняшний день как таковую услугу оказывает, но пугается этой истории захождения, так скажем, в официальное легитимное пространство. Здесь просто методическое сопровождение, что называется, за руку готово. И министерство это отрабатывает и это делает. Здесь и, опять-таки, возможность участия в проведении, например, мероприятий больших, таких как, например, культура проводят. И здесь можно участвовать в конкурсе, можно заходить со своими предложениями и в этом смысле получать государственные средства, вместе с нами реализовывать ту или иную задачу. То есть в этом же направлении мы будем двигаться дальше. Спасибо. Следующий вопрос. Вопрос по школам. Можете ли сказать предварительные сроки сдачи школ на Репино и на Юго-Зарбовье? Вот опять, это вопрос людей, которые не меня знают, звонят и узнают. Ну, хотя бы. К первому сентября должно быть достроено. Отлично. Должно быть. И все этого. И этого. Вообще двигается все очень быстро. И если кто-то из вас был, ну, это впечатляет. Масштабы впечатляют от того, что это получается. И очень надеемся, что дети смогут туда зайти в идеале со второй четверти, ну, или с Нового года. То есть вы же понимаете, что после застройки еще идет... Я говорю о двух сразу, на Репино чуть быстрее, хотя, не знаю, на Юго-Западной тоже темпы такие, строители очень стараются, очень с большими хорошими амбициями на то, чтобы создать лучшую школу на Земле. Может, благодаря школе Ливневка там появится, наконец-то, на Юго-Западной, что там тонуть перестанут. Есть нам такая проблема, площадь Большую застроили, а вот с Ливневкой немножко забыли. Да, пожалуйста. Екатерина Владимировна, во-первых, действительно спасибо за отчет. Вы в определенном смысле перекрыли нам кислород, потому что те ответы, которые мы получили заранее на передные вопросы, они исчерпывающие. Мы вот с коллегами заседали до начала нашего заседания профильной комиссии по образованию и пришли к мнению, что эти вопросы мы не повторяем. Ответы есть. Но остался вот такой вопрос на стыке нескольких систем образования. В настоящий момент времени очень большое внимание к стыку школа, вуз. И вузы, к сожалению, у страны такая картина. Первый курс не оканчивает по вузам в России около 15%, и у нас в наших вузах отсев не меньше. Не заканчивает вуз порядка 1-3 поступивших абитуриентов. Это связано с тем, что есть определенные проблемы в области школьного образования, особенно естественно научного. Есть ли какие-либо в настоящий момент времени планы или мероприятия, которые позволили бы нам существенно улучшить эту реальную проблему. Она, поверьте, такая же острая и так же легко измеряется, как со смертностью, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть ребята не только должны сдавать ЕГЭ, но успешно заканчивать следующую ступень образования. Кстати, и в колледжах тоже. Спасибо большое. Не поверите, буквально за полчаса до того, как сюда приехал, про это разговаривали. Это ж вот так бывает. Вот понимаете, как у любого вопроса, есть некая объективная ситуация, и можно сказать, ну вот она вот так и есть, да, а можно воспринять ее как вызов. Вот это как раз та самая тема. Потому что, с одной стороны, мы ведь с чем сравниваем качество абитуриента? С теми временами, когда мы с вами учились? Конечно. Но только тогда в высшее учебное заведение поступало 27% выпускников, а сегодня 83%. Ну я вам понятно, образно, но это так. И тогда говорить, когда шли лучшие, эти лучшие там и закреплялись, и 15% и 30% не отсеивались. Но это не наш вариант. Это вызов, и это говорит о том, что в целом качество образования в школе должно, конечно, расти. Механизмы, которые на государственном уровне запущены, запускаются, и разные, вы знаете, темы, я в данном случае не только ЕГЭ, а и национальные проверочные работы, которые идут на каждой ступени образования сегодня, и международные исследования, куда мы тоже с вами, это механизм для улучшения качества. Это одна история. Вторая тема, это, конечно, серьезные качественные изменения вообще подготовки и переподготовки учителей. Вот то, что мы сейчас обсуждали с Ульяновским государственным педагогическим университетом, это возможность вхождения в федеральную программу по созданию у нас здесь окружного центра, непрерывной подготовки кадров, то есть как вот эта история от детского сада до постоянного обучения учителя должна быть выстроена в пределах одного нашего региона и как модель использоваться везде. Вот этот проект и нацелен как раз на улучшение качества подготовки самого предавательского состава. Я вам скажу, что регионы многие идут очень революционно. Ну, например, берут и всех учителей сажают за задачу ЕГЭ в обязательном порядке. И вот ты вот не сдал, и вот еще и списка вывесили. Ну, согласитесь, наверное, не так кардинально, да? Хотя механизмы ищут сегодня все, потому что на самом деле не учителя плохие, а система обучения другая. Нас учили в одно время, а мы учить должны в другое. Поэтому главный залог – это в совершенствовании системы педагогического образования. Очень надеемся, что Министерство образования наше с педагогическим университетом и с другими ведомствами сможет в эту программу войти и, в общем, серьезное преобразование, конечно, здесь делать. Спасибо. Екатерина Владимировна, есть еще две, ну, наверное, не совсем приятных темы. Первую мы обсуждать не будем, потому что мы очень плотно работаем и с вашей командой, и с управлениями образования, так называемые школьные поборы. Конечно, такого вала, который наблюдалось в прошлом году, сейчас уже нет. Есть единичные случаи, есть случаи, где управление образования перегибает, как вот 49-й школой получилось, я думаю, что мы там еще отдельно поразбираемся. Но здесь наших сил совместно хватает, чтобы на это реагировать. Но есть еще факты проявления коррупции в управлениях образования, где замешанные сами школы, вот не так давно в Димитровграде такой случай был, к нам обращались еще месяц-три назад, и, насколько я знаю, представитель из Димитровграда сегодня прям нашла среди своего рабочего дня бремя и сюда приехала, если я не ошибаюсь. Да, здесь вы можете нам пояснить, вот хотя бы в течение трех минут, что у вас там произошло в Димитровграде? Ну, в принципе, я уже подходила к Екатерине Вазюмировне с этим вопросом. Пояснять, наверное, буду не я, пояснять будут другие органы. Я так полагаю, что впереди бежать, впереди телеги мне не стоит. Екатерина Вазюмировна, у меня, наверное, не столько вопрос, сколько просьба. В связи с тем, что у нас форс-мажорные обстоятельства, по-другому я это назвать не могу, и в формулировках, наверное, я буду немножко сдерживаться в настоящий момент. За последние три года в школе поменялось, школа номер 17 имени Баданова, в школе поменялось пять директоров. Последнего директора на настоящий период времени, ну, кроме как сказать, что ее едят, больше я сказать ничего не могу, потому что едят ее именно в связи с тем, что после вашего визита и после того, как директор школы объяснял ситуацию, как, что, каким образом был уволен один из работников данной школы, который являлся близким родственником представителя управления образованием, я обойдусь без фамилий, и после этого началась просто реальная травля. Если брать отчет, тот, который был сформулирован именно Яшиным и его командой, то у нас получилось по ситуации, я просто входила в состав комиссии, у нас получилось по ситуации такой момент, что другие школы проверялись раз или два, директора 17 школы Зорова Елена Юрьевна проверяли 12 раз. За указанный период времени, да, то есть как бы предвзятое отношение, оно налицо, на настоящий период времени она, человек с регалиями, с заслугами, получила уведомление об увольнении. Ее в настоящий момент хотят уволить и как директора школы, и как учитель химии. Мы говорим о голоде кадров, мы говорим о том, что нам необходим реальный персонал, и мы сейчас говорим о том, что начальник управления образованием города Димитровграда увольняет за три года пятого директора школы за ненадобностью, человек, который посвятил школе 30 лет, человек, который свою директорскую зарплату вкладывает в то, чтобы покупать все необходимое для школы номер 17 города Димитровграда, а мы можем даже распечатки ее карточки, посмотреть, как она покупает унитазы, раковины, краски. То есть она живет этой школой. У нас в настоящий момент, я говорю, про охранительные органы, я думаю, разберутся в том обращении, которое существует, у нас просьба сохранить нашего директора. Спасибо. Во-первых, я впервые получаю такую бумагу, мне передали бумагу, где пишется на Морозову Сергею Ивановичу, мне и Семену и Наталье Владимировне в рамках проекта «Заберите школу в подчинении Министерства образования и науки». Но на самом деле масштаб катастрофы из нее прям даже пояснять уже не надо, это уже, значит, до края дошли. Честно, а это можно рассмотреть? Можно рассмотреть, давайте про это подумаем, я не говорю ничего, но рассмотреть это можно. Единственное, что глупо что-то добавлять после того, как губернатор четко обозначил позицию. Этот директор не будет уволен, и его надо брать под защиту и помогать. Я действительно была в этой школе, я знакома с ней, я вам одно могу сказать, что это удивительно неравнодушный человек, удивительно желающий, чтобы в школе было хорошо. Если что-то не получается, надо помогать, а не гновить. Поэтому позиция губернатора обозначена, в этом направлении будем двигаться, а органы дадут свою оценку. Здесь я с вами согласна. Единственное, что по срокам только Екатерина Владимировна, до 23 мая нам директору школы вручили уведомления, и до 23 мая она уже должна освободить занимаемую должность. Хорошо, что вы сказали об этом, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дальше. Есть еще вопросы? Дайте, пожалуйста, микрофон. Я смотрю на левую сторону. Работает? Спасибо. Да, слышите меня. Вы следующий. Совершенно верно. Было обозначено, что главной задачей нашего общества является развитие человеческого потенциала. Обо всех категориях мы говорили, Екатерина Владимировна очень убедительно говорила. Но есть одна категория, очень такая категория тревожная, я бы сказал. Это категория подростков. Мы вышли совершенно как-то внезапно, неожиданно, не ставя перед собой цели и задачи, но именно получилось так, что мы стали изучать, как в школах ведется и какая работа, хотя бы в каждой школе есть психолог, вот психотерапевтическая или какая-то психологическая работа. И как это, какой результат в конечном счете? Мы пришли к выводу, это кто мы? Это юридическое бюро, которое я возглавляю. Мы сейчас заключили с Лигой психотерапевтов России, заключили соглашение о взаимодействии. И вот на одном из последних заседаний, оно было и первое, и последнее, это по определению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Ульяновской области, я внес тоже предложение, что бы одним из критериев оценки качества школьного образования явился вот этот критерий определения, значит, оказания правовой и психотерапевтической, так сказать, работы, которая проводится в школах. Мы уже на конкретном опыте с конкретными родителями, они к нам обращаются, потому что всем известны, я вам скажу, допустим, случаи суицида, и увеличивается количество психических расстройств среди детей, нарастает количество детских суицидов, ко всем сложностям подросткового периода присоединяется неопределенность гендерной идентичности, навеянная современной модой. Сложно вот предсказать последствия ранней гаджетизации детей. Что мы получим на выходе? Ведь все действительно, я как-то сказал, что хорошее дело вот эти все гаджетами не назовут. Вот, поэтому все дети действительно, они гаджетизированы и берут оттуда все то, что считают нужным. Время, вопрос. Вопрос такой, включить бы, во-первых, наверное, в качестве критерия оценки, когда будем делать независимую оценку, провести работу в школах. Мы готовы это сделать, вот мое юридическое бюро. Начать, хотя бы определить школы, Алексей Александрович, в каких-то школах. Я советую, и мы начнем там работу. Что, спасибо. Есть что пояснить, да? Пару слов, спасибо большое. Очень важный вопрос, и действительно стоит очень актуально для нас. И я думаю, что ваше предложение нам необходимо рассмотреть. Здесь, я думаю, что такую поддержку должны оказывать специально создаваемые центры, в первую очередь из-за людей подготовленных и обученных. Поэтому надо встретиться, обсудить, как это реализовать, включить в оценку каждой школы. Спасибо большое. Спасибо. Я сейчас, наверное, предоставлю право задать вопрос членам общественной палаты, а то у нас на предыдущих обсуждениях получилось так, что приглашенные общественности все вопросы задали, а вот времени членам палаты не хватило. Пожалуйста, кто готов. Да, да, пожалуйста. Добрый день. Тамарова Наталья, комиссия по семье, материнство и детство. Я о поборах все-таки еще раз хочу. У меня предложение. Проехалось по школам, посмотрел бюджеты. Но бюджеты в открытом доступе не у всех, к сожалению, пока школ находятся на сайтах и в доступе для родителей. На стройке содержания и ремонта общего имущества школы заложено 0 рублей. 2017-2018 год. На строку мебель, которая выходит из строя эксплуатационной сроку, который подошел к концу, фактически заложено 0 рублей. Это к тому, что все ремонты в школах на сегодня производятся за деньги родителей. Я бы хотела предложить какую-нибудь программу, подумать об этом на будущее. Может быть, как сейчас есть школьные окна программы. Вот хотя бы с чего-то надо начинать на эти строки бюджетирования школы. Надо начинать делать. Иначе в последующем у нас и оставшаяся мебель из строя выйдет. И вообще непонятно, как и где, за что мы будем учиться, а с родителей собирать нельзя. Это вот первый вопрос. У меня будет еще второй вопрос по доп. образованию. Спасибо большое. Но я так понимаю, что вы были в школу города Ульяновска. Поэтому я сейчас попрошу Ольгу Михайловну Касимову подключиться к ответу по конкретике. Единственное, что я хотела бы сказать. Вы абсолютно разделяете вашу озабоченность с одной поправкой. Не во всех школах 0. И не во всех муниципалитетах. И не во всех муниципалитетах. Если мы сейчас начнем обсуждать сельские школы, там ситуация еще сложнее. Мы же понимаем, что это обязанность муниципалитета, верно? Конечно. Вы же обеспечиваете сам учебный процесс, а здания, сооружения и так далее – это муниципалитет. Но, к сожалению, их бюджеты не позволяют даже дрова оплатить за 2017 год. Это Майский район, кстати, до сих пор не оплачен. А чего же там говорить, какие ремонты? Поэтому тут нужно понимать, как муниципалитет к этому относится и в какую очередность платежей они ставят школы. И разбираться отдельно с каждым главой муниципалитета. Почему в таком состоянии школы обостряют ли они эти вопросы на наших встречах с Минфином? Инициируют ли они эти вопросы? На меня еще пока ни один глава не вышел с вопросом. Давайте соберемся с Минфином, у меня у школы там потолок падает, нам нужны деньги. Все сидят тихо, никто не хочет высовываться. Так вот с них и надо спрашивать. И они должны нести ответственность за это. Спасибо вам огромное, Александр Викторович. Поэтому я надеюсь, что главы муниципалитетов тоже об этом услышат и прекрасно понимают свою ответственность. Микрофон есть? Это Микрофон. Ну так, наверное. Что хочу сказать в отношении программ. Программа такая действительно существует. Есть адресный перечень образовательных организаций, которые действительно у нас по плану, работа в которых по плану предусмотрена, это и оборудование, это и ремонтные работы. Кроме этого, еще во все образовательные организации у нас направляют средства в рамках подготовки школы к новому учебному году. К сожалению, проблема такая есть. У нас недостаточность какая-то финансирования, но мы достаточно серьезную работу ведем по бережному отношению к той же самой мебели, потому что каждый год ее закупать нет смысла, но и, собственно, надо работать над тем, чтобы она достаточно некоторое время служила. Да, и есть наказы депутатов наших, которые нас очень серьезно, я хочу сказать, особенно в городской думе, нас контролируют. И все эти наказы по исполнению 2017 года были в полном объеме выполнены в отношении образования, ну как и в отношении культуры и физической культуры. И в этом году, я думаю, что мы эти показатели тоже все выполним. Надо смотреть, есть ли школа в плане. Второй вопрос есть, да? И второй вопрос. Ваш вопрос по дополнительному образованию, но я громко, мы же напишем. По дополнительному образованию, к сожалению, происходит зачастую такая же ситуация, вот как со спортом. Вроде бы, вот с точки зрения чиновников и властей, получается, что все дети охвачены дополнительным образованием. С точки зрения родителей, ситуация совершенно противоположная. Вот где-то на каком-то этапе теряется вот это, как бы нам встретить те учреждения, которые предлагают дополнительное образование, и тех родителей, которые хотят, но не могут никак отдать своего ребенка в кружки и в дополнительные секции. Например, Дальнее Засвияжье, мой собственный район, где я проживаю, в районе 13-й гимназии. Все, что мне может на сегодня управление образованием предложить, это фруктовые семь. Ребенок семи, двенадцати лет, через семь дорог и пять кварталов не может туда прийти самостоятельно, чтобы позаниматься. Ничего другого в ближайшем окружении, к сожалению, предоставить, ну, подсказать не могут. Еще есть ЦДТ на Рябикова, в который, к сожалению, мы тоже никак не можем попасть. Он, конечно, территориально к нам намного ближе, но я говорю о том, что на сегодня потребность родителей и детей выше, чем предлагается. Вот тот дефицит, о котором Екатерина Владимировна говорила вначале. И предлагаю в дополнительном образовании возвращаться к таким видам кружковой деятельности, как обычное цветоводство, садоводство, кулинария и так далее, и так далее. То есть вот этого, к сожалению, да, домоводство, когда детки там шьют, что-то варят и прочее, этого катастрофически сегодня не хватает. Очень мы, мне кажется, много углубили сейчас в изучении языков. Это здорово, это замечательно, но вот обычного природного, юных натуралистов и прочего не хватает. Это мнение родительской общественности перед сентябрем обязательно этот вопрос возникнет. Буду рада со своей комиссией встретиться. Уже работа в этом направлении, я знаю, ведется, потому что, ну вы сейчас, наверное, скажете нам, да? Но еще, еще нужно не останавливаться, а двигаться и дефицит сокращать. Спасибо. Мне кажется, тут картирование по городу как минимум нужно провести, потому что два момента. Первый – это доступность, да, то есть насколько в территориальной близости, а второй момент – по содержанию, что предлагают. Поэтому здесь вполне возможно силами города и комитета вот такое картирование по городу провести. А второй момент – мне очень понравилось ваше выражение, давайте как-то их встретим, да? Ну, день открытых дверей – это раз, но это уже завтрашний, это позавчерашний день. А вот завтрашний день, к которому никак министерство не подберется, а надо бы – это электронный учет. Карточка, по которой ты заходишь в учреждение дополнительного образования, и мы точно понимаем, сколько детей туда пришло. Потому что, честно, по отчетам мы перегнали всю Россию, у нас 82% с лишним охватом. Хороший предложение. Пожалуйста, Лев Михайлович. Екатерина Владимировна, у меня, как и у всех членов палаты, два вопроса. Значит, первый вопрос. Нельзя ли нам перенять опыт других регионов по запрещению посещения школьников с телефонами, с гаджетами? Вот в Краснодаре мне, из Краснодара мне сообщили, что у них школа разрешается с кнопочными телефонами, без диктофона, без фотоаппарата, только чтобы родители могли позвонить. Две кнопки. Ну, почему две кнопки? Кнопка может быть сколько угодно, но только функция звонка. Да, все. Никаких селфи, никаких, вот. Я не знаю, но в Краснодаре, например, вот так. Давайте пообсуждаем на общественной палате сначала. Да, конечно, я и говорю. Да, как им не дашь? Они сейчас без них жить не могут. Вы хотите, чтобы активно надеялись. Как им не дашь в школу? Вот. И второй вопрос сразу задам. Значит, как происходит трудоустройство людей с ограниченными возможностями? С ограниченными возможностями? Я почему спрашиваю? Вот у меня проектная фирма. Я вполне мог бы взять на работу, ну, например, инвалида-колясочник, который дома хорошо владеет компьютером. Я уже этот вопрос везде задавал, но никто мне не может ответить, где я могу получить данные о таких людях. Потому что они могут у меня работать дистанционно, мне абсолютно не надо, чтобы они ко мне на работу приходили. Они выполняют работу, я им работу даю дистанционно, дистанционно они мне скидывают результат. И даже дистанционно они могут получать зарплату. Вот. Это как? Отлично. Спасибо большое. На первую часть вопроса отвечаю так. Уставом учреждения может быть принята такая вещь, но устав должен быть обсужден обязательно со всеми родителями. И родитель при поступлении в школу вместе со своим ребенком должен подписать документ, что он с уставом согласен. То есть никаких проблем правовых нет. Мы можем эту тему озвучить, вполне почему нет на наших совещаниях, на августовских сборах. Но какого будет результата, сказать вам не могу. Потому что это в любом случае согласие родителей. Что касается второй темы, вот буквально через одного человека от вас сидит Денис Валентинович. И я потом у него спрошу, почему вы его до сих пор найти не можете. Но по квотированию этих мест и по прямому контакту, это прям вот напрямую с ним. Потому что это программа целая такая есть. И в принципе можно вот это. Екатерина Владимировна, я вот, например, не сторонник запретов. В свое время можно было шарику и ручку запретить, пером писали, калькуляторы запретить. Тут я думаю, что надо подумать. Вы знаете, я один раз была на совершенно блистательнейшем уроке. Это был урок истории, где информацию дети добывали разным способом. Один спрашивал у учителя, второй читал соседам параграф, третий разбирал какие-то там пунктограммы. А все остальные на тех гаджетах, которые у них были, на разных информационных источниках находили. И в течение 10 минут они собрали такой ворох вообще интересного всего, что это был блистательнейший урок. Поэтому я своих уроков бы тоже не запретила. Вопрос, вопрос. Глеб Александрович, у вас вопрос был. Да, вы следующий. Наверное, мы по образованию с вопросами будем заканчивать. Пожалуйста. Да, большое спасибо, Александр Викторович. Спасибо за интереснейший отчет. Декатерина Владимировна, у меня вопрос следующего характера. То есть мы в отчете посмотрели и финансовые показатели, и техническое оснащение. Очень много интересной информации. Но вот вопросов с критериями оценки текущего качества образования, я, к сожалению, там не нашу. Если они есть, то будем бы здорово узнать, где их посмотреть. А если их нет, то будем бы очень счастлив, что мы их вырубили. Они, конечно, есть. А давайте мы прям как запросы это воспримем, отдельно информацию приготовим. Она вполне может быть в открытом доступе. Есть единый государственный экзамен. Есть у нас международные исследования, которые показывают это качество. И есть наши всероссийские проверочные работы, которые с начальной школы начинаются. Причем они уже в динамике. За последние там какие-то за два года, какие-то за три можно проследить. Если вы позволите, мы вас примем в качестве поручения. Министерство это приготовит. Спасибо. Пожалуйста. Екатерина Владимировна, добрый день. Извините, вернусь к тому, что вот было сказано. Значит, выезжая в образовательные организации, общаясь с родителями, будучи на телефоне горячей линии, уполномоченного по противодействию коррупции, получаем очень большое количество жалоб, обращений. Когда начинаешь касаться, оказывается, это просто неинформированность, зачастую неинформированность родителей. То есть вот даже вот столкнувшись с 17-й школой, вопрос возник, что деньги собранные, они просто-напросто за них перед родителями не отчитались. Когда выезжал, спросил, есть ли вот где-то протоколы заседаний, что-то еще отсутствуют. То есть вопросы отчета за использование денежных средств родительского комитета или кого-то еще, они вот абсолютно игнорируются управлениями образования. Или они их замалчивают, или это уже разбираться пусть правоохранители или что-то. С Министерством здравоохранения у нас налажен довольно-таки серьезный контакт, разработаны 4 методических пособия, которые разосланы во все подведомственные учреждения. И более-менее, если даже приезжаешь, что главные врачи все это знают. С Министерством образования немножко другая у нас тематика. С 15-го года мы пытаемся концепцию антикоррупционного просвещения, чтобы министерство разработало до сих пор, этот вопрос не, как это сказать, до конца не разработан. Вопрос, что мешает министерству это вот разработать. Тем более, например, по использованию денежных средств в управлении образования города разработана прекрасная методичка. Используется она или не используется, это уже другой вопрос. Понимаете? Но хотя бы все это вот есть. То есть, министерство образования вот эти вот указания какие-то или что-то абсолютно вот игнорирует. Извините. Спасибо. Действительно, по концепции вопрос очень серьезный. Мы в рамках недели антикоррупционных инициатив в конце апреля обсуждали. Сейчас там требуется необходимая доработка. Я думаю, что в течение мая месяца она будет завершена. И мы выйдем на утверждение данной концепции и ее внедрению и реализацию. Спасибо. Обязательно подготовим. Если я правильно понимаю, что Алексей Александрович сейчас сказал, что к августовскому форуму документ будет утвержден и будет презентован и в качестве семинара и роздан во все школы. Правильно? Точно так, да. Детские сады. Ну, это прозвучало публично. Я думаю, что обратного ухода нет. Хорошо, спасибо. Короткий вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алексей Владимирович, к сожалению, нигде не затрагивались эти вопросы. Наразственное, трудовое воспитание школ у нас отсутствует. Наразственное, трудовое. В городе этого совершенно нет. Мы этой политикой уродуем своих детей и будущих поколений. А родители-то это хотят? Нынешние. Самое страшное, что родители нужны. Это старшее поколение наше отпустило одно поколение. Что с ними делать, с родителями? Виноваты не дети, не школа. Согласен. Вашу позицию разделяю абсолютно. Давайте что-то нужно предпринимать. Я понимаю, что российские законы где-то не позволяют вам это делать, но сегодня нам нужно идти впереди всех законов и с трудовым воспитанием и нравственностью. Что-то делать. Абсолютно поддерживаю. Позиция ваша абсолютно понятна и она правильная. Действительно, в селе немножко иначе обстоит. Я бы опять не стала говорить, что это во все-таки. Но по 44-ю гимназию кто скажет так, что у них там трудового и нравственного воспитания нет? Но это зависит от директора школы. Все зависит, понимаете, от директора школы. А особенно это очень чувствуется, когда в школу приходят, родители приводят детей, потом приводят внуков. И это вот когда вот такая история, своя собственная семья. Вот там вот все это налажено. Но то, что у нас есть такая проблема в образовательных учреждениях, я согласна с вами здесь, конечно, отработать. Вот сегодня в Лаишской школе человек 50, детишек. Где обелиск висит погибшим воинам, там трудятся. На пришкольном участке работает море детей. Ольга Михайловна, а у нас все школы городские раскреплены к праздникам, к 9 мая, по субботникам и по приведению в порядок? Раскреплены все. Но тут еще я хочу сказать, что нужно поумерить фанатизм некоторых управлений образованием, потому что у меня такой опыт был еще до прихода на государственную службу, когда я работал в своем хозяйстве. Мы привлекали детей из школы, они с удовольствием бежали в поле на простейшая работа, волки ворочат. Мы все, кто это помнит, кто жил в селе, в детстве этим занимались. С 10, с 11 лет это было нормально. Примчались из управления образованием, наказали директором школы. Но это был 2008 год, это давно было. Но такие факты тоже есть. Но это действительно запрещено. К сожалению. Да. Да, к сожалению. Это нарушение закона сейчас. Даже какой бы хороший директор школы не был, да. Только список на согласие родителей. Одна жалоба появится в прокуратуру, и все. Поэтому здесь нужно глобально смотреть. Либо мы с какой-то законодательной инициативой выступаем для того, чтобы внести изменения вот в эти законы. Тем более, я так понимаю, что скоро будет обновленное правительство Российской Федерации. Можем попробовать. Вносили. Но это не говорит о том, что нужно останавливаться. Еще раз. Да, можно еще раз повторить, еще раз повторить. Иногда и на пятый раз доходит. Ну что, мне кажется, уже все понимают, что это… Да, согласие родителей, да, и ребенка. В этом же ничего страшного нет, и не надо за это наказывать. Безопасно, посильнее. Спасибо. Да, будем переходить к медицине, да? Ну давайте я вот сначала попытаюсь свое видение вопроса донести, чтобы все поняли. Потому что мы уже не первый день этим вопросом занимаемся, и здесь не сколько вопросов к Рашид Акрамовичу, а сколько к самой системе, которая сложилась еще далеко. Вот ФАС прислал мне достаточно интересное, емкое разъяснение. С 2014 года все эти проблемы начали появляться, и вот на сегодняшний день эта система дожила до такого несовершенства. И я считаю, что нам тут нужно всем вместе еще и помочь Минздраву не только разобраться, но и подкорректировать всю эту систему. Поэтому мы будем предлагать создать рабочую группу, тем более у нас два прекрасных главных врача есть среди членов общественной палаты, есть кому методическую помощь оказать. Ну и, конечно, мы будем привлекать экспертов, потому что та информация, с которой мы работали на сегодняшний день, она получена была от сторонних экспертов. То есть мы еще напрямую на наших главврачей, на членов палаты не выходили. Но ее уже как бы достаточно для того, чтобы делать некоторые выводы. Я вот выдержками зачитаю ту информацию, которая у меня есть от Федеральной антипанопольной службы. Все читать не буду, потому что здесь очень долго и много. В декабре 2014 года Ульянским УФАС России было выдано предписание о внесении изменений в документацию и устранение допущенных нарушений в отношении закупки на услуги по обеспечению медицинских организаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 2015 году. Начальная цена контракта – 999 миллионов миллиард. То есть это вот первый звонок был от ФАС. Московский арбитражный суд, здесь номер решения, оставил в силе данное решение. Данное решение министерством было проигнорировано. И вот дальше могу читать, все из года в год оно и повторялось. Вот какие выводы нам в итоге предоставил ФАС. Учитывая вышеизложенное контролирующим органам в сфере законодательства о контрактной системе, были проведены проверочные мероприятия процедур осуществления совместных закупок на оказание услуг по обеспечению медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. Тут тоже непонятно, почему лот формировали на услугу, когда можно было просто закупать честно, нормально медикамент, а не услугу. При этом необходимо отметить, что в отношении фактов установления в закупочной документации начальной цены контракта, которая значительно превышает средний уровень цен лекарственных препаратов по России, то есть фактически мы не то что ничего не экономим на совместных торгах, деньги теряем, фактически переплачиваем. Антимонопольным органам не могут быть проведены контрольные мероприятия. Это, наверное, действительно неконтролирующие органы в связи с тем, что контроль в отношении обоснования начальной максимальной цены контракта осуществляется органами внутреннего государственного муниципального финансового контроля. Тоже вопрос, а почему он не работал тогда, этот контроль? Насколько контролирующих органов с 2014 года? Сколько времени прошло? А мы про методички вопрос задаем. А что методички-то, если вот все факты на руках, даже если у Минздрава они были, они что, кому-то пользу принесли? По итогам осуществления закупок в вышеуказанном виде государственные учреждения здравоохранения отдельной категории граждан сталкиваются с проблемой нехватки лекарственных средств и медицинских изделий, а также возникает конфликтная ситуация по неисполнению условий контракта между учреждением здравоохранения и исполнителем. Таким образом, действие Министерства здравоохранения прошло обратить на это внимание, потому что в последнее время вопрос возникает, что это якобы там главврачи договорились, совместные торги провели. Вот это вот, я вам скажу, полное вранье. Никакие главврачи совместные торги не проводили. И здесь все четко указано. Действия Министерства здравоохранения Ульяновской области в части небрежного отношения к процедуре закупок впоследствии приводит к сбоям в социально значимой сфере, обеспечению лекарственными средствами, медицинскими изделиями граждан, а также конфликтам в учреждениях здравоохранения. Вот это письмо антимонопольной службы. Ну вот, в связи с этим у меня есть несколько вопросов. Даже, Рашид Акрамович, если вы не можете ответить сейчас на них, потому что это многие из них те вопросы, с которыми нам просто совместно дальше надо работать, чтобы нам их исключить из нашей повседневной жизни. Если что-то можете пояснить, поясните, если нет, то эту работу мы дальше будем продолжать, как вот я говорил в самом начале. Те темы, которые мы не можем раскрыть в полном объеме на отчетах, мы будем дальше проводить отдельные встречи и дальше с ними разбираться. Но вопрос каким? Что интересует? Взаимоотношения между фармацией и учреждениями здравоохранения. То есть, какими документами они работают и на основании каких документов они получают в долг медикаменты. Что это за документы? То есть, какие конкурсные аукционные процедуры? Их нет. Сейчас подходит время платежей за в долг полученные медикаменты от фармации. То есть, опять же, какими документами они будут платить, что это будут за договоры, и почему цены на 30-50% выше средних по России им сейчас выставляют фармации? Мало того, что цены за просрочку платежа пени, штрафы, и которые почему-то очень вовремя уплачиваются при наличии другой кредиторской задолженности в учреждении. Что это вот за такая какая-то обособленная структура? В чем смысл экономика вообще всего этого действия? И следующий вопрос. На что конкретно сейчас деньги больницам дали? Потому что мы услышали, да, здорово, уже первые шаги начались, деньги учреждениям раздали, теперь они сами будут осуществлять закупки, как это было раньше, слава богу. Но вопрос в том, что два месяца уйдет, естественно, на все процедуры, мы все это понимаем, как-то нужно жить эти два месяца. Ну, у нас, как обычно, главврачи талантливые, они найдут способы, как выжить. Но деньги дали на часть их потребности, а на сами лекарственные средства деньги оставили, опять же, под совместные торги. Вопрос, а надо ли это? И еще один вопрос, зачем некоторым учреждениям включают ненужные им препараты, например, онкологические, которыми это учреждение никогда не пользуется. И получается, что так, готовые технические задания поступают в больницы, главврачи их подписывают, потому что, ну, они у нас люди подневольные, и получается так, как будто эти технические задания составили они сами. Мне интересно, как главврач какой-нибудь из больниц будет объяснять, почему он заказал онкологический препарат, который там никогда не применялся. Ну, здесь ответ какой он опрашивает? Для того, чтобы централизованные торги состоялись, иначе они будут нецентрализованы, если препараты не будут нужны всем учреждениям. Все вопросы, кому это надо? Ну, и тот факт, вот он фасом тоже подтвержден. То есть, цены выставляются достаточно высокие, ни одного снижения цены на торгах, проведенных за предыдущие годы, не было. Это вот все выводы, которые на сегодняшний день сделаны, поэтому, если есть возможность, Рашид Акрамович, поясните сейчас, а если нет, то мы эту работу будем дальше продолжать и будем вместе искать причины всех этих явлений. Пожалуйста. Рашид Акрамович, сейчас передам однозначное слово. Единственное, что здесь действительно серьезный вопрос, и он субъектов много затрагивает, поэтому ваше предложение о том, чтобы обсуждать это со всеми сторонами, думается, ну, самое правильное. В отдельном формате? Я думаю, что если первые шаги уже сделаны по больницам, я думаю, что здесь нужно, Рашид Акрамович, идти дальше и все-таки совершенствовать всю эту систему. Да, уважаемый Александр Ильич, уважаемый член общественного совета, хотел бы благодарить за приглашение на вашу площадку. Мы готовы всегда обсуждать все проблемы, тем более проблемы нашей отрасли, которые затрагивают себя, без исключения жителей Ульяновской области, от мала до велика. Это, наверное, одна из единственных отраслей, которая полностью имеет значение для всех, без исключения жителей. В отношении того, что сейчас было перечислено, подчеркну, что мы готовы прокомментировать по пунктам каждое ваше обращение, чтобы действительно был очень правильный ответ. То есть, соглашаюсь, что эта история уже длительна, 2014 года, подчеркиваю, что, соответственно, проходило все эти вещи через счетную палату и через юридические службы. Но считаю, что вот записал все ваши вопросы, прошу дать времени для того, чтобы дать взвешенный, полный ответ, подготовить на все вот эти ваши вопросы. В части изделий медицинского назначения вы знаете, что принято решение, что, соответственно, как хозяйственные самостоятельные субъекты, главные врачи лечебных учреждений проводят самостоятельные торги в части обеспечения своих лечебных учреждений. Вопрос о том, что выделены не выделены деньги, здесь вопрос заключается, я бы несколько другую плоскость развернул. В части того, что как раз, наверное, во многом заключается талант руководителя, чтобы найти оптимальное соотношение, при котором лечебные учреждения, возможно, и обеспечено должно быть лекарствами и изделий медицинского значения, и оплачивало зарплату на числе, и не коммунальные платежи. Есть расчеты, есть оптимальные расчеты, которые дают оптимальную структуру расчета финансирования учреждений, при котором учреждение может реально развиваться и работать. Это 60-65% на зарплату, это не более 15% административного аппарата, это, соответственно, тот процент, который даст учреждению реальную финансовозможность. Причем мы понимаем и знаем, что вряд ли чем учреждения, особенно сельского здравоохранения, оказались сегодня в крайне тяжелом положении, и это подчеркиваю, и никто этого не скрывает абсолютно, ввиду изменений тарифной политики, произошедшей на уровне федерального уровня, подчеркиваю, и на нашем уровне. Это проблема всех, без исключения областей Российской Федерации, это подчеркиваю. При этом, соответственно, учреждению однозначно надо помогать, поддерживать, мы это абсолютно все понимаем, поэтому вскрыты все проблемные точки на сегодняшний день, считаю, это действительно сделана большая была работа, подняты весь пласт финансовой задолженности на сегодняшний день, имеющейся в отрасли, это тоже очень важно. И та сегодняшняя система АЦК финансов, она полностью отработает, заставляет в хорошем смысле присмотреть весь объем обязательств, который есть у каждого лечебного учреждения. И она уже не позволяет руководителю лечебного учреждения работать вне бюджета, вне объемов, вне финансовых средств, не работать в долг, как это ранее было возможно. Ранее была возможность покупать в долг, ранее была возможность, соответственно, в большой степени не показывать эти задолженности и объемы. Сейчас это все четко отработано. Самое главное, что есть понимание той задолженности, которой есть раз, есть понимание тех шагов, которые необходимо предпринимать, чтобы отрасль была реальной финансово-здоровой. И самопонимание есть, что это действительно уже шаги в качестве оздоровления разумные, они, соответственно, уже начаты. Я подчеркиваю, что они будут обсуждены, предложены вам, соответственно, совместными таким решением. И в ближайшее время мы подготовим ответ на все ваши прозвучавшие вопросы, потому что действительно надо более масштабных раскрыть полностью. Ну, я думаю, да. Мы в любом случае отдельную встречу проведем, и проведем ее перед отчетом председателя правительства, перед общественной палатой, чтобы у нас уже было здесь полное понимание. Вопрос, пожалуйста. Владимир Владимирович, значит, планируется ли сокращение в среднем перелокального центра медперсонала в стационарах, поликлиниях? Первый вопрос. Второй вопрос. Закрытие родильных домов в районных центрах. Если это планируется, то это катастрофа. И еще вопрос. Значит, вот в прошлом году детишкам на молочной смеси, детям до трех лет, не хватило 50 миллионов. Будет ли эта история повторена в этом году? Больше пока нет вопросов. Ну, вот я сразу могу прокомментировать. В некоторых районных больницах родильные места – это сама катастрофа. Тут еще нужно понимать, что лучше-то. На современном автомобиле проехать 100 километров, либо в тех условиях. И не все еще женщины и хотят в тех условиях, а здесь тоже. Нужно посоветоваться еще и спросить наше население, что они хотят в этом центре, чтобы их привезли. Да, либо там у себя. Ну, вообще, раньше и в поле рожали. Простите, пожалуйста. Я же сейчас в поле не пойду, но я-то вообще, понятно, люди в принципе в поле не пойдут рожать. И на хорошем автомобиле, если тебя действительно привезут, там, где высокотехнологичная помощь, у нас про детскую смертность и про женскую смертность – это вообще самый страшный вопрос, который может быть. Но я сейчас передам Рашиду Акрамовичу обязательно, хочу вам сказать. В связи с открытием центра «Мама» никакого сокращения не могло быть и не будет. Есть переведение коллектива одного места в другое и на другое, обучение, отметить санчастью у вас. Но сокращение не предполагалось. Вот столько, сколько нужно нашим женщинам, чтобы было акушерных и гинекологов, столько их и будет. Давайте вот у глав врача Чердоклинской ЦРБ спросим. Ирина Викторовна, как вот вообще реагирует на новый перинатальный центр чердоклинцы? Хотят они туда попасть или хотят у вас? У меня просто голоса нет. Я скажу, что чердоклов перинатальный центр 20 минут. Род – это такой процесс, который непредсказуемый. Вроде бы беременность протекалась физиологически нормально. Во время родов происходят разные случаи. И нам приходится, наших женщин, вызывать санавиацию. Это теряемое время, когда ребенок нужен. Срочная реанимация не на том уровне, который у нас в районной больнице, а именно в перинатальном центре. И уже нашим женщинам в Чердоклинском районе я объясняла, что да, мы рожаем, у нас бывают роды, нормально проходят. Но никто не застрахован, что во время родов случится данный случай. И поэтому рисковать детьми и женщинами нельзя. 20 минут, и вы уже в перинатальном центре. И не надо вызывать машину и ремобиль. Не надо рисковать жизнью ребятенка и мамы. Поэтому, да, у нас в больнице открыта палата. Мы в любой момент можем принять роды. Но это только в экстренном случае. И то сразу же будем вызывать ремобиль, чтобы данную женщину с ребенком отправили туда. Спасибо большое. Рашид Карамович, ваше мнение? Да, спасибо за вопрос. Хотелось подчеркнуть, что на сегодняшний день основное предназначение перинатального центра, это понимание должно у всех сложиться, сидящих здесь, это в первую очередь осложненные роды. Это как раз то, для чего мы подписали в Россию Всемирную конвенцию спасения детей от 500 граммов. То есть мы понимаем, что мы готовимся к тому, чтобы принимать действительно несколько осложненные патологические роды. Я при этом подчеркиваю, что возможность родов в районах полностью сохранена. Все экстренные роды, они возможны, первое. Второе, соответственно, между районные центры роды, пожалуйста, они ничем не закрыты. Есть понимание логистики. Есть понимание логистики, есть понимание довроза пациента. Это очень важно. Важно в том, какой пациент и куда поступает. Я прошу, чтобы вы все это поняли. Это очень важно, что пациент, если это здоровые роды, если не осложненные роды, конечно, он будет рода и на месте. И никто не заставит пациентку с неосложненным анамнезом ехать в перинатальный центр. Это ее собственное желание и право. Если она захочет заранее поступить в перинатальность, это первое. Если она хочет рожать в условиях межрайонного центра, и у нее нет осложнений, я подчеркиваю это, и у нее нет осложнений, пожалуйста. Но я еще подчеркиваю, есть жесткая законодательство в Российской Федерации. Мы не имеем права рисковать здоровью ребенка и матери. И мы добились того, что у нас нет материнской смертности, которая только недавно была. Мы добились снижения младенческой смерти. 4,8 показателей. Европейские показатели. Такого никогда не было. Это тоже подчеркиваю. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, ни о ком закрытии не идет. Екатерина Владимировна сказала, роддом и санчасти просто был переведен. Желающие работают и проучены уже на более высоком технологичном оборудовании с великолепными условиями работы. И я еще раз подчеркиваю, что в районах мы сохраняем все возможности для проведения родов. Но я еще раз подчеркиваю, вот, пожалуйста, в качестве примера, Сурский район, 12 родов за год, одни роды в течение месяца. Это необходимо содержание акушерки. Но и не это очень важно. Это день. И мы готовы были бы пойти, но поймите это качество, а не дай бог произойдет осложнение. Отсутствие оборудования, отсутствие медикаментов. Их просто невозможно. И есть понятие стандарта оснащения. Сейчас очень жестко Росздравнадзор это отслеживает. И это правильно. Просто они не положены по порядкам. Есть порядки оказания медицинской помощи, которые прописаны на уровне Российской Федерации. И которые действительно направлены на то, чтобы максимально спасти женщину и ребенка. И защитить ее. Вот другое дело, что мы действительно должны более лучше отработать наблюдения мамы, чтобы минимизировать риски. И при появлении уже рисков заранее ее доставить в тот специализированный центр, где она получит самую высокую, высококолитерную медицинскую помощь. В отношении детского питания. Да, на сегодняшний день. А, детское питание, кстати, тоже важный вопрос. Для пенсионеров делается очень много. Давайте позаботимся о детях. За трех лет, по большинству, 50 миллионов километров вошло снижение, не хватило денег. И простили это. И простили. И сегодня повторится, это история. Сразу подчеркну ситуацию, заключаясь следующим образом. Подчеркну, что это меры дополнительной соцподдержки. Давайте об этом говорить. Это не основное питание. Это меры соцподдержки для лиц, у которых сниженная соответственно менее уровня прожиточного. Приятно, что, соответственно, высококачественно обеспечено детским питанием, что очень важно. В предыдущие годы ситуация не обострялась. В связи с тем, что, вот начал свой рассказ, не была введена система ЦК финансов и позволяла лимитами, деньгами следующего года производить торги. И вот такими переходящими финансовыми возможностями проводились торги. Сейчас эта возможность отсутствует. И сейчас можно торговать лимитами, деньгами только текущего года. Поэтому, соответственно, предельно жестко была отработана финансовая схема в части того, что действительно в сентябре был закончен тот объем финансирования. Сумма 53 миллиона была, соответственно, проторгована. Количество людей, претендующих на данные меры соцподдержки, больше. То есть мы это отводим. С одной стороны, это и радует нас, как меры соцподдержки. Но, с другой стороны, тоже, с одной стороны, как определенный минус, отказ от грудного скармли, это тоже, как определенная такая мера, не лучшая. Но сейчас вопрос торгов полностью проведен по итогу 2018 года. В полном объеме обеспечения производится. 2018 года, я это подчеркиваю. А какая сумма в 2018 году? Она стабильная, 53 миллиона рублей. Но ее стабильно не хватает. Я еще раз подчеркиваю, нет, все предыдущие годы я хватал, потому что производились торги лимитами и деньгами следующего года. То есть 53 прошлогодние, а не часть были израсходны в 2016 году. Ну, практически. Они так и шли. Сейчас этого уже нельзя было. Поэтому в сентябре 2017 года это все было остановлено. Поэтому, конечно, сумма необходима дополнительно. Перед председателем правительства этот вопрос поставлен. мы понимаем, что необходимо перед финансовым блоком, что необходимо дополнительно бюджетное финансирование, отделение дополнительных бюджетных финансов. А у нас прогноз уровня рождаемости к 2017 году какой? Ну, мы говорим и сдерживаем. То есть есть некоторое снижение. К сожалению, это снижение будет продолжаться. То есть это есть, это все-таки понимание тоже есть. Очень грустный вопрос вообще на самом деле. Получается ли будет меньше? Меньше, да. Я почему и спросил, что та же сумма. Ну, в этом году от того, что мы не отщипываем, вот то, о чем говорил сейчас Рашид Даграмович, от 2019 года, а весь объем сюда, очень надеемся уложиться. Ну, нас рожать начинает кто? 92-й, 93-й год рождения, да? Когда рождаемости и не было тогда. Начал падать. Фактически. То есть это прогнозируемо же. Вопросы есть? Да, пожалуйста. Вопрос по узкопрофильным специалистам для взрослого населения. Рашид Акрамович. Вот Екатерина Владимировна как раз говорила о том, что сократилось время на процедуру и на логистику по прохождению и так далее. Но вот по личным ощущениям и по тем обращениям, которые поступают, время, которое работающий человек тратит на то, чтобы записаться и попасть к узкопрофильному специалисту, растягивается на месяц, к сожалению. Возможно, это не так. Я хочу услышать это от вас и что делается в этом направлении. И еще... Да, через доктор можно. И еще второй вопрос по поводу стоматологии. Удивилась очень, редко посещаю, но, оказывается, на один прием к стоматологу отводится 20 минут. В результате, чтобы залечить один зуб, нужно сходить минимум четырежды к стоматологу. Четыре раза каждый... Ну, то есть вся поликлиника должна меня обслужить четыре раза. И я должна к ним прийти четыре раза, потому что не хватает времени за один приход получить услугу. Вот, будьте добры, прокомментируйте. Спасибо за вопрос. Почеркну сразу. Узкими специалистами мы действительно отрабатываем этот вопрос при увеличении дополнительных специалистов. Вы об этом великолепно знаете. И Катерин Вадим сказал. 800 человек пришло в отрасль лечебную и педиатрического профиля. То есть мы делаем все для того, чтобы приходили специалисты. Целевых только молодых специалистов сегодня обучается 500 человек. Провал был, серьезнейший кадровый, но сегодня эта проблема решается. Но давайте говорить о том, что назначение узких специалистов не должно производиться самим пациентам, за исключением острых случаев, я это подчеркиваю. Назначение специалистов должно производиться непосредственно врачом первичного звена, педиатром и терапевтом. А к тем специалистам, которые требуют дополнительного обследования, я говорю о кардиологах, я говорю о специалистах-эндокринологах, они должны подходить уже обоследованные, они должны приходить с электрокардиограммой, они должны приходить с обследованием биохимии, потому что приход к этим специалистам просто самостоятельно превращается только в то, что ему будет выписано дополнительное обследование, и теряется необходимость и вообще возможности консультации специалистов. Но при этом, подчеркиваю, если врач первичного звена назначает консультацию, конечно, он и должен обеспечить запись к специалисту. Мы об этом и говорим всегда. На сегодняшний день время ожидания до 12 дней, это официально подтвержденное, согласно стандартам территориального фонда. Если это не острое состояние, все острые состояния, конечно, должны госпитализироваться или получать экстренную медицинскую помощь. В отношении времени, оно, конечно, может варьировать от одного пациента к другому. Кому-то достаточно это будет выписка препарата, а где-то действительно необходимо время для более длительной консультации. Здесь я соглашаюсь, но это время может, соответственно, варьировать, это может варьировать специалист отрабатывать. Это первое. В отношении стоматологии хочу сказать то, что на сегодняшний день, вы знаете, у нас объединенность есть стоматологии. Это первое оправдало себя, вот это объединение. Далее, соответственно, согласно стандартам территориального фонда, расширена возможность получения помощи в части и света пломбы по решению стоматолога. Это второе. В отношении того, что необходимо производить запись на каждый зуб, я считаю, в данной ситуации надо отрабатывать на уровне заведующего поликлиника главного врача. Для себя это записал. Я считаю, это неправильно. То есть в данной ситуации по решению должно самим на месте уже отрабатываться врачом. Идет осмотр полосверта, выявляются проблемные моменты. Мы же не знаем тот объем, количество лечения тех же зубов, которые потребуются. Кому-то потребуется и 10-15 минут, кому-то и потребуется часть работы. Врач примет решение. Но я для себя записал, и я готов это рассмотреть, этот вопрос решить, подчеркиваю. В отношении узких специалистов, еще раз подчеркну, мы практически закрываем проблему узких специалистов. На сегодняшний день вы знаете, что основные усилия вообще Минздрава были направлены на закрытие проблемы первичного звена. Это врачи-педиатры, врачи-терапевты. 15 тысяч первичного звена молодых специалистов по Российской Федерации только в прошлом году зашли на работу первичного звена. В ближайшие два года проблема первичного звена терапевтов и педиатров будет закрыта, я заявляю это ответственно. У нас по городу Ульяновск, Пренум, идет реальное снятие по остроте этой проблемы. Следующим шагом действительно будет и вопрос снятия проблем по узким специалистам. Причем подчеркиваю, что возможность заказа специалистов в страны лечебных учреждений, целевые места, поддержка в виде дополнительных стипендий, все это имеет место, все это работает. И мы знаем, не то что знаем, по многим учреждениям проблема просто снята уже по многим направлениям, по многим специалистам. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопрос? Угости можно? Точно? У меня есть желание. Да, пожалуйста. Пожелание. Есть шанс вовремя закончить. Да, и Карашиду Акрамовичу, Екатерине Владимировне, все говорят в основном сегодня о болезнях и о лекарствах, да, мне бы хотелось несколько слов о здоровье. Здесь уже, да, упомянули хорошее словосочетание активное долголетие, мне очень нравится, что в последнее время оно стало звучать чаще и более осознанно, возможно, благодаря посланию президента, да, вот и теме 80+. Но сразу хочу сказать, чтобы мы как-то с вами не расслаблялись и понимали, что войти в пул государства, который 80+, а это на сегодняшний день 32 страны, ну, по прошлому году, да, там, впереди Гонконг и там, по-моему, на 32-й месте Лихтенштейн, а мы где-то на 100 там каком-то, мы должны понимать, что это архисложная задача. И какое, собственно, у меня предложение, просьба, вот, Екатерина Владимировна, к вам в первую очередь, пока мы не вырастем первое какое-то относительно здоровое поколение, ну, вот прорыв такой вот невозможный, поверьте мне, как эксперту в этой области. Нельзя ли, вопрос такой, нельзя ли все-таки пытаться в виде пилота, может, хотя бы в нескольких школах вводить обучение основам здорового образа жизни, да, и это не ОБЖ, да, есть некоторые учебники, в частности, утвержденные даже Минобором, я знаю, там, в частности, допустим, Академик Майоров, там, еще некоторые авторы. Но почему-то так это все не, все в основном про ЕГЭ думают, а вот о том, что здоровых людей бы вырастить нам не очень, это невозможно сделать в отдельной, так сказать, субъекте Российской Федерации, это только на федеральном уровне можно это внедрять, потому что, я понимаю, там жесткий какой-то план учебный, и это невозможно, видимо, да, вот такой и вопрос, и предложение одновременно к вам. Спасибо большое за вопрос и за предложение, значит, действительно, по новому федеральному стандарту, вот эта часть региональная исключена, есть теперь только федеральное и образовательное учреждение, то есть, так, чтобы мы написали приказ и все ввели, нет, пилот возможен, и даже, наверное, было бы интересно посмотреть, как всегда это бывает, экспериментальная группа, да, вот движется одна школа или один класс, и вот рядом другой, и мы индекс здоровья отслеживаем, мы получим этот вариант. Наверное, надо двигаться, потому что я согласна с вами, надо растить здоровое поколение, в этом смысле. А что касается учебников рекомендованных, ну, надо посмотреть, что это такое, честно, в учебники тема не вникла. Ну да, лет 10 назад еще, да, у меня есть даже информация, есть материалы и заключения Миноборов, все это есть, но, видимо, как-то не до этого, все-таки ЕГЭ оказалось важнее, вот, хотя я понимаю, что ни Мозерт, ни Пушкин, ни Бродский бы ЕГЭ точно не прошли, да, вот, собственно, как и IQ бы не набрали, вот, почему мы про это все думаем, а про то, чтобы здоровье вырастить, не очень. Роша, так вы... Вот все не факт, знаю одного учителя, у которого выпускник поступил одновременно в Баумунку и в консерваторию в Москву, и учится параллельно, вот, а? Так и учится. Третий, наверное, курс уже... А еще я вас просто приглашаю в Крюшинскую школу, там есть удивительная учительница, у которой с начального класса и до 10-го они их там сопровождают, все нацелено на формирование правильного отношения к своему здоровью. Просто посмотреть, что это есть на самом деле. Спасибо, но вы меня тоже приглашаете к этой работе, я с удовольствием подключался бы, да, если бы как-то масштабировали как-то. И, Рашид, я к вам еще вопрос, или вы что-то хотите сказать? Нет, я просто чуть-чуть поддержать, хотел вообще благодарить за данный вопрос. Вообще, конечно, надо несколько смещать вообще вот эту полемику в части того, что здравоохранение не обеспечивает. Но есть же официально доказать, ну, 10-15% влияет на здравоохранение на здоровье, не более 10%. Но остальное мы сами делаем все для того, чтобы это здоровье стало минимальным. Мы пьем, мы курим, гиподинамия, мы, соответственно, не контролируем свое давление, но все гораздо проще. Говорим о том, что вам не хватает секций, ни в чей адрес, но прогуляться вечером и утром, извините, лишний раз отказаться от лифта, лишний раз измерить давление, принимать гипотензивный препарат по назначению врача. Если врач назначил пить антибиотики 10 дней, их надо пить 10 дней, мы говорим об взаимной ответственности. Однозначно, никто не снимает ответственность медицинского сотрудника по оказанию медицинской помощи, плановой, экстренной. Но если даются рекомендации, то пациент, и мы здесь сидящие все в большом месте пациенты, мы должны действительно соблюдать хотя бы основы здоровой жизни и прививать своим личным примером нашим детям. К сожалению, этого нет, к сожалению, нация за последние 5 лет в 2 раза стала, ну, простите за это грубое слово, более жирной. У нас эпидемия и ожирение, но это мы же едим, мы же этим гипотензивным занимаемся. Поэтому призываю всех только одно, действительно контролировать свое здоровье. Это очень важно, спасибо. И все-таки и к вам тоже пожелания и предложения. Вот у нас есть центры здоровья, их, по-моему, порядка 7, если я не путаю, только 7. И формат, в котором они работают, честно говоря, меня с точки зрения пропаганды здоровой жизни абсолютно не устраивает. Я знаком с их работой. У нас есть школы диабетика, школы гипертоника, то есть чего угодно, ну, то есть мы учим людей, да, приспосабливаться к какой-то болезни, к какой-то нозологии. Предложение в следующем. Используя в том числе и центры здоровья, и кроме этого на площадке каждого ЛПУ, да, ну, поликлинической в первую очередь, да, развернуть именно школы здоровья, наверное, это как-то надо и в бюджете, только вот не бесплатно их ресторать, да, потому что бесплатно у нас как-то не очень всегда хорошо получается. И именно на этих площадках, когда максимально пытаться туда привлечь пациентов, и те, кто, ну, хоть что-то про это понимает и думает, да, вот их прям буквально, там, допустим, 7 уроков или 12 уроков, то есть могу, да, даже, опять же, предлагаю свои услуги в этом плане, пошагово рассказать, потому что когда людям рассказываешь, они говорят, господи, что, действительно можно было там в начальной стадии диабета второго типа, да, отказаться и не принимать лекарства, говорю, ну, в принципе, да, только присмотрев лечить. Понимаете, вот про это надо думать больше и делать больше, потому что на высокие технологии уходят огромные миллиарды, а мы же с вами знаем, что соотношение как минимум 1 к 50, 1 рубль, вложенный в здоровый образ жизни, это равен где-то 50. Ну, бюджет, давайте чуть-чуть пересмотрим. Я еще раз говорю, не против мамы, папы, там, и против этих новых центров, но давайте сюда чуть-чуть денежек побольше. Спасибо. Да, по-моему, согласен, но это на уровне этих государственной политики, банально, знаете, как сделала Финляндия, ограничила потребление соли и, соответственно, стабилизировала... В Германии тоже, да, да. Так как бы все все понимаем. Ну, вот поэтому призыв, ну, не солите пищу, ешьте меньше... Ну, вот давайте этим не отделываться, да, не солите пищу, давайте к этому как-то масштабно подходить. И еще в завершение, опять же, хочу сказать, ну, просто констатирую факт, что проблем действительно много. Ну, Рашид Акарамович, по-моему, только в июне вы приступили, да, ведь к... Год, он, то есть первый год, плюс были федеральные изменения в законодательстве, которые тоже наслоили здесь. Я думаю, надо дать этот год доработать, и мы очень надеемся, что все-таки в следующем году у нас картина будет, ну, в плане закупок другая. Спасибо. Екатерина Владимировна, я... Спасибо. Мы вот как на иголках сидим, у нас уже... Вы знаете, да? Я просто, вот, как член общественной палаты, хочу выразить вам абсолютный свой респект, потому что такого существенного доклада, такого четкого, ясного, разложенного по полкам, такое уважение к общественной палате, просто спасибо. Все абсолютно четко и ясно. Ну, а то, что мы еще хотим поговорить, это самое, просто за жизнь, ну, приятно, но это самое, не сегодня. Спасибо. Если я не успею на голосование, мы уходим, то я абсолютно одобряю, я заголосую за ваш отчет. Спасибо. Я тоже хотел поделиться впечатлениями, но скажу так, достаточно кратко, все очень даже сбалансировано. И для тех, кто вот любит покомментировать наши отчеты, да, они не все такие бывают, но единственное, что их объединяет, у нас всегда открыты двери. Мы заранее приглашаем всех, у нас нет никакого отбора. То есть сюда может прийти каждый гражданин, каждый житель Ульяновской области, в этот зал задать вопрос. Уровень вопросов, он уже говорит о том, насколько отрасли работают с обществом, и насколько правильно общество формулирует эти вопросы. Есть ли раздражение, есть ли злоба. Но вот сегодня мы, наверное, не заметили, потому что многие члены общественной палаты присутствуют на всех отчетах, которые мы начинали. Первый, по-моему, у нас в Тюрин был Андрей Сергеевич. И они все совершенно отчеты разные. Поэтому мы тут для себя тоже можем сделать определенные выводы. И, естественно, с удовольствием мы с вами поделимся. Я думаю, что, наверное, вопросы у нас все исчерпаны. Культура у нас настолько открыта, что и вопросов нет. Сегодня, кстати, вам, кстати, сегодня большое спасибо передавали в Твиттере. Люди видят, люди замечают, как у нас преображаются объекты в городе. Есть еще вопрос? Опять я налево не посмотрел, да? Ну, давайте, пожалуйста. Я постараюсь вкратце задать вопросы и, наверное, пожелания. Первый, касается интернет-ресурсов, которые есть у агентства беззащитников. Касается интернет-ресурсов, которые есть у представленных министерств. То есть, если… Ну, я вкратце, да, то есть, просто открыв сейчас на мобильном устройстве, открыв молодежную политику, которая так здорово представлена в отчете, открыв ее в интернет-ресурсе, который может увидеть любой гражданин, к сожалению, там очень устаревшее обновление, сайт в разработке стоит фраза, да, а группа ВКонтакте, через которую молодежь должна искать, она закрыта. Закрыта под доступом. То есть, если бы я хотел сейчас сыну направить куда-то на занятость, я бы ему признателен, если бы на это обратили внимание. То же самое касается в интернете. Вопросы содействия занятости инвалидам и изменения формата работы с вакансийными анкетами. Я как работодатель раньше постоянно пользовался этим ресурсом для того, чтобы находить потенциальных людей. А сейчас там все позакрывали, и на выходе ты не можешь получить каких-то нормальных анкет, с которыми потом работать, резюме и так далее. А механизм взаимодействия на местах, в районах, через специалистов, к сожалению, он несколько сложнее, чем раньше это было реализовано. Это первый, ну, больше в качестве пожелания. И второй вопрос, который меня волнует, это КСО, стандарт социальной ответственности, который 30.06.16 Сергей Иванович подписал и утвердил. Также на сайте последний отчет, к сожалению, несколько устаревший. В каком сейчас это состоянии, как это сейчас ведется, не ведется, что с этим стандартным? Во-первых, спасибо вам большое. Во-вторых, можно я не буду уже слово передавать, я просто к вам с предложением. Приходите поработать в рабочей группе с нами, найдите для нас время. Ладно? Потому что вопрос переформатирования у нас действительно сейчас в совершенствовании очень серьезно стоит. Если вы не против, мы были бы вам очень благодарны. Спасибо. Но у нас регламент. И вопросы, наверное, мы заканчиваем рассматривать. Есть одна просьба Сергея Ивановича Морозова, губернатора, вручить три благодарственных письма. Здесь Сергей Вячеславович присутствует, Паковский. Да, да, пожалуйста. И Екатерина Владимировна. Игорь Вячеславович. Игорь Вячеславович. Игорь Вячеславович. Игорь Вячеславович. Игорь Вячеславович.